Всем хай, с вами Стив Про, и сегодня я покажу террарио для андроид. Если кто-то не знает, то эта игра напоминает игру Майнкрафта, но выполнена эта игра от 2D и дает больше возможностей, чем Майнкрафт. Но мере, к сожалению, здесь ограничен, но он также очень большой и генерируется совершенно случайно. Что ж, в этой игре вы сможете создать своего персонажа, что очень классно. Вы можете использовать рандом или создавать с нуля своего собственного персонажа. И создать, сохранить, начать игру, также можете создать мир обычный или увеличенный. В увеличенном мире он просто огроменен, но для его использования вам понравится как минимум 1 гигабайта оперативной памяти. Если у вас меньше оперативной памяти, то лагов у вас будет просто много. Если честно, у моего друга с 512 мегабайт оперативной памяти, большой мир через несколько секунд использования вылетает. Вот такая печаль. Ну, а собственно, мы перейдем уже в мою созданную карту. Да, если кто-то не знает, то в пещерах можно найти сундуки. И игра очень классная. Также, если хотите летсплей по этой игре, то есть прохождение выживания, то обязательно пишите в комментарии. Мы это рассмотрим и попытаемся это сделать, потому что это будет несложно. И игра, и вправду, очень классная. Здесь есть что-то из Майнкрафта, а также есть что-то просто необычное, что нельзя встретить в нашем Майнкрафте, друзья. Также здесь присутствуют зомби, всякие такие мобы, и это и вправду очень классно. Например, зайчик в слизне, друзья. И он вас будет атаковать, поэтому лучше убивайте его. Вот. Как же это происходит? Обычный кролик лазит по миру на него, сверху прыгает слизень, вот и получается кролик слизень. И это довольно необычно. И в Майнкрафте такого мы не встретим. Так, собственно, как видите, вот такой у меня довольно, можно сказать, небольшой инвентарь. Многое здесь можно поудалять. Пример, вот это мне вообще не надо. Есть также и зелья, друзья. Очень много разных зель, которые вы можете делать, выпивать, и они вам будут давать разные эффекты. Косточки, ладно, они мне тоже не нужны. Это мы оставим для того, чтобы перебираться из сложных мест. Да, выбираться вам придётся довольно часто, особенно из пещер. Если вы найдёте каску шахтёра, то она будет освещать путь всегда, если она на вас одета. Ох, ты необычный зомби, зомби-супермен, я не знаю, к чему это. Хэллоуин вроде ещё не скоро, но переодетые зомби уже здесь встречаются. Мне кажется, что всё же Хэллоуин скоро. И, кстати, друзья, если хотите знать, то в этой игре именно на всякие праздники здесь разные, разные вещи. Примерно Хэллоуин здесь будут ходить переодетые зомби в масках Крипера, в масках Стива. И вправду так, это будет всего лишь на разные праздники. То есть, в один день, а не каждый день, друзья. Также очень много разных праздников, к примеру, на Новый год. Вот да, и вправду Хэллоуин, наверное, даже переодетый демонический глаз. На Новый год здесь будут подарки, которые вы сможете открывать. И это будет просто суперски. А будет Санта, Зомби Санта и многое другое. Собственно, скачать игру вы можете перейдя в описании. Но если вы хотите прохождение выживания этой игры, то обязательно пишите в комментарии. Ну а на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok